Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надёжные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнёр на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM И там же на сайте есть аудио и видеотрансляция нашего эфира. Дмитрий Михайлович, очередной коррупционный скандал оказывается. По подозрению во взятке в 220 тысяч рублей задержан депутат Зуевской городской думы. Вот что сообщают нам наши коллеги-новостники. Являясь руководителем предприятия в сфере ЖКХ, он заключил контракт с организацией из Кирова на поставку стальных трупп и опор, а затем ещё предложил и смонтировать это всё дело и потребовал вот эту взятку в 220 тысяч. Задержан сейчас. Ну что, вот такие случаи, они у нас регулярно происходят? Я думаю, что они типичные. Они, наверное, всегда были, будут. И, наверное, с ними надо просто немножко по-другому, мне кажется, бороться. И те случаи, которые там выявляются, они должны быть очень быстро, как бы, среагированы силовыми структурами для того, чтобы любой, как бы, человек, который принимает решения, который хочет заработать, должен всегда был понимать, что, как бы, наказание, оно неминуемо. За ним наблюдают. А у нас очень часто бывает, вот берут там, допустим, на взятки какого-то Зоевского, в первую очередь, он, наверное, не как депутат брал, а как руководитель. Как руководитель предприятия. Да, предприятие, просто он автоматически у нас, видимо, являлся ещё депутатом местной думы. Так у нас так ведь бывает зачастую. Ну, бывает, да. Это самая удобная форма, потому что легче управлять, значит, и при этом, как бы, у нас есть куча случаев, когда мы видим, что суммы значительно там, даже в городе Кирове, сколько мы говорили там, допустим, о той ситуации, которая происходила в городе по строительным местам, в первую очередь, парке Победы, когда продавались активы, там, 4 гектара земли, средней оценкой в 250-300 миллионов рыночной стоимостью родственникам бывшего главы города за, там, 280 или 360 тысяч рублей. 300 с небольшим? Да. То в данном случае ведь нет ни одного там решения, нет ни одной, как бы, попытки силовых структур всё-таки разобраться в данной ситуации, как это может быть. А есть вот такие случаи, когда вот за какие-то трубы его взяли. И, конечно, я думаю, что правильно, что это всё происходит. Масштаб-то другой. Масштаб друга, да. Да, да. То в данном случае мы видим мелкие задержания, видим такие районного масштаба аресты, но в данном случае мы всегда понимаем, что это должна быть система, а не такой показательный формат. В последнее время у нас в городе и области произошли события, заслуживающие нашего внимания. Не первый день мы уже обсуждаем их в нашей студии. Это и избрание нового главы города, кстати, в этот четверг, послезавтра Елена Васильевна вступает в должность главы города. Инаугурация назначена. Также изменения у нас в областном правительстве есть. Давайте пойдём по порядку по всему. Итак, новый глава города. Елена Васильевна была у нас в студии в понедельник в программе «Дневной разворот». Выглядит хорошо, уверенно, уверенно в себе. Да, Елена Васильевна всегда у нас хорошо выглядит, всегда уверенно в себе. Да. Чего ждать от нового главы города, на ваш взгляд? Ну, это, конечно, очень сложный вопрос. Я бы разделил там жизнь города, области, допустим, до 10 сентября и после 10 сентября. Выборы вы имеете, день выборов. Я думаю, что всё там будет совершенно по-разному и по-другому и в области, и в городе. Мы уже видим изменения и в правительстве Кировской области, и ещё больше мы видим, что всё-таки Елена Васильевна стала главой города, как вы сказали. В принципе, её кандидатура с самого начала обсуждалась выборной кампанией. Мы в этом студии буквально, наверное, в июле месяце говорили, что она один из главных кандидатов на эту должность. И то, что она пошла по одномандатному округу, и то, что впоследствии стала главой города, это, в принципе, всё закономерное. Это был определённый итог всех переговорных процессов, которые происходили в период выборной кампании и после этого. Я очень хорошо... Люди-то ничего не решали, что ли? Люди, к сожалению, кировчане... Мы вообще давно ничего не решаем, да. Всё без нас решали. И заранее всё было решено, оставались согласования. И буквально, наверное, 10-го числа были выборы в воскресенье. Я во вторник проходил около правительства Кировской области и сфотографировал стоящие дорогие машины, в основном Мерседесы, около правительства Кировской области. Это был вторник, часов, наверное, 11-12. И сделал фотографии, там некоторые были рядом со мной журналисты, и я сказал, что всё решают Мерседесы. Они сначала не поняли, в чём дело. Я говорю, что вот стоят Мерседесы определённых городских жителей города Кирова, людей, как я их называю, там, бояр, которые, в общем-то, сразу на второй день после выборов, видимо, в понедельник спали, переанализировали. И потом они все собрались и решали вопрос, кто будет всё-таки следующим главой города. И смысл заключался в том, что всё решают Мерседесы, а не кировчане, к сожалению. И в данном случае, видимо, всё-таки было всё решено группой Мерседесов. И всё-таки Елена Васильевна стала главой города той кандидатурой, которая, в общем-то, была согласована и определёнными олигархическими группами, и губернатором Кировской области. Вопрос-то решён, в чью пользу? В чью пользу? Неужели в пользу вот этих бояр, как вы выразили? Ну, смотрите, на мой взгляд, значит, в данном ситуации надо чётко понимать, что когда вопрос решается в нашу сторону, я имею в виду, что жители города Кирова, это должны быть прямые выборы, когда мы определяем, кто должен быть сегодня тем человеком, которого мы видели бы на должности мэра города, главы города, как хотите, который определит спектр развития города на ближайшие пять лет. Когда это принимают там жители, это одна история. Когда принимают это определённые группы лиц, понятно, что в первую очередь они преследуют свои коммерческие цели, свои какие-то определённые задачи, которые они как бы все эти годы в жизнь в нашем городе продвигали. Мы видим, что из этого получилось, что никому не секрет, что два срока господина Быкова, это как раз работа, значит, той группы людей, которая, в общем-то, представляет сегодня олигархическую систему в городе Кирове и Кировской области, которая, в общем-то, все эти десять лет его утверждала, он и работал во благо их, и всё, что он делал, это тоже благодаря им и для них. Значит, при этом им удавалось фактически выдерживать систему, что и это началось при губернаторе Шаклени, это продолжалось и при губернаторе Белых, они держали контроль над городом Кировом, над городской думой, и, в общем-то, всё, что там происходило, это происходило с ихнего разрешения или там мышления, как это правильно сказать. И главным исполнителем всей этой истории был глава города господин Быков. Значит, сейчас пришёл третий губернатор, и, на мой взгляд, ситуация не кардинально изменилась, потому что мы всё равно прекрасно понимаем, что эти люди также остаются активными в городе, они точно так же участвуют на принятии решений, и, в моём понимании, мне кажется, что и в третий раз им удалось как бы взять под определённый контроль городскую думу и всё-таки утвердить именно того главу города, который для них более понятен и более внятен. А как вы относитесь к этому утверждению? Ну, некоторые, да, там в сети активное обсуждение идёт, некоторые люди с опытом заявляют, что всё-таки круг интересантов, он расширился. Вот это сейчас одно из основных изменений ситуации, действующей. Ну, круг интересантов, я думаю, что никак не расширился, потому что две стороны. Вот в интернете есть фотография, где господин Крепостнов головой здоровается с губернатором Кировской области Василием прямо на заседании городской думы. Это на первом кадре был сделан. Да, на первом. В данном случае две фигуры, которые, в общем-то, и определяли эту стратегию. Каких-то других интересантов просто быть не может. Значит, как говорится, Боливар не выдержит троих. Боливар выдерживает только двоих. То в данном варианте, там в этой фотографии всё показано. То понятно, что окончательное решение по утверждению главы города мог принять только губернатор Кировской области Васильев. Да, потому что это как бы его пререгатива, значит, послушав все рекомендации, извесив все за и против. Ну и тут, на ваш взгляд, вполне понятно, почему он присутствовал на первом заседании. И почему из-за него, да, немножко на попозже было назначено начало первого заседания. Ну да, потому что он хотел показать, что, в общем-то, тот глава города, который там избран, он является его кандидатурой, его креативом. Точно так же, я думаю, что считает и Валерий Васильевич. То в данном случае они все считают, что новый глава города, это какой-то имеет всё-таки их решение по его назначению. А в этом нет чего-то такого странного, когда Елена Васильевна в октябре прошлого года покинула свой пост, да, руководителя Минфина. А вот спустя год почти она у нас пришла в роли главы. Её поздравляет опять-таки глава региона. Ну, в данном случае у нас же так очень часто бывает, когда у нас уходили из правительства в 2016 году очень многие замы. Сегодня мы тоже видим, что они занимают, вернулись фактически только, может быть, не в должности замов, а в должности председателей профсоюзов, руководителей общественной палаты. Это я имею в виду, что Береснев и Галецкий. Ну, я понимаю, о чём вы, да? Да, то в данном случае... Не говоря уже о тех, кто покинул регион и, в общем-то, тоже нашёл своё место. Ну, я думаю, что в большинстве случаев все нашли своё место, и в данном случае нет исключения, и по Елене Васильевне она тоже нашла своё место там, да. То, что иногда эмоционально происходят какие-то снятия и раскидывание различных ярлыков, оно потом это перерабатывается и выходит в какой-то процесс. Понятно, что мне кажется, это моя личная точка зрения, что, наверное, бы губернатор Кировской области Васильев, наверное, в какой-то момент всё-таки ориентировался на кого-то, на другого. Но так сложилась выборная кампания, благодаря правильности поведения определённых аллегорических структур, которые хорошо умеют проводить выборную кампанию, то, в принципе, вся поляна, на кого можно было положить глаз, она оказалась пустой. Сейчас задам следующий вопрос, наверное, ответ уже после небольшой паузы, и всё-таки мне бы лично, каким бы виделся хорошая глава города? Человек самостоятельный, независимый, несгибаемый. Соответствует ли этим понятиям Елена Васильевна? Давайте после небольшого понятия больше перерыва. Особое мнение на 101FM Особое мнение Дмитрия Русских, депутата ОЗС 4 и 5 созывов. Вы сегодня слушаете. Итак, Дмитрий Михайлович, по поводу независимости, самостоятельности нового главы города, новой главы города. На твой вопрос отвечаю словами Лю Куань Ю. Это первый президент Сингапура, который вопрос ему задавали, какой должен быть лидер и руководитель политики. Он сказал, что, во-первых, он должен быть порядочный, порядочное слово, да, и сильный. Значит, дальше идёт слово профессиональный. Вот порядочный, всем понятно, что это порядочный, честный. Значит, в данном случае мы говорим, что это тот человек, который, в общем-то, сможет как бы обеспечить вообще отсутствие каких-то коррупционных схем. Второй очень важный вопрос, это сильный. С одной стороны, в чём сила там, брат, да? Значит, но сила заключается в следующем, потому что, когда ты хочешь навести порядок, а в городе Кирове надо наводить порядок, и это все об этом знают, ты должен быть сильным, потому что иногда решение именно каких-то принципиальных вопросов, они как раз и возникают в вопросе, насколько силён руководитель, который может пройти все вот эти вещи, которые будут связаны с наведением порядка. У него должна быть сила духа, он должен быть сам внутри сильный. И потому что, понятно, мы понимаем, что если сегодня, как заявила Елена Васильевна, что она видит в первую очередь наведение порядка, это инвентаризация и ревизия всего городского хозяйства, в первую очередь мупов, да, то мы чётко понимаем, что когда, если она начнёт проводить эту работу в жизнь, то встретит однозначно большое сопротивление. Потому что мы понимаем, что сегодня во всех мупов в основном сидят люди, которые близки бывшему главе города господину Быкову. Мы понимаем, что то, что они сегодня творили там 10 лет, это требует большой проработки и изучения, может быть, вплоть до заведения уголовных дел. Потому что если мы возьмём только одно у нас пассажирское предприятие АТП, которое очень много сейчас в последнее время пишут, да, что за последние годы там оно превратилось в убыточное предприятие, где почти 102-110 миллионов ежегодно происходит убытков, плюс они набрали больших кредитов, в которых реально денег у них этих нет, то все куда-то эти деньги делись. Виталий Михайлович, прости, вот по АТП у меня отдельный вопрос. Уже много лет подряд АТП нам прогнозирует какой-то крах вселенский. Нет, мы сейчас говорим не крах. Живёт как-то? Есть что-то там делать? Ну, потому что так и живёт. Мы сегодня говорим, что есть в прямом доступе вся бухгалтерская отчётность. Мы прекрасно понимаем, что он живёт вопреки, а не благодаря. Потому что при ежегодных убытках в 100 миллионов рублей и при такой закредитованности и фактически отсутствии нормального транспорта, которого я считаю, что в городе Кирове нет, потому что то, что мы видим сегодня, это одно название, это африканские страны перемещаются в таких автобусах, и то, наверное, не везде. Качество автобусов. Качество автобусов и все эти выхлопные их газы, с которыми они ездят, и уровень водителей. Это говорит о том, что предприятие фактически, оно существует, но на самом деле оно больше умирающее, чем живущее. То в данном случае понятно, что Елене Васильевне предстоит очень сильно иметь силу воли для того, чтобы все эти заторы пройти, потому что, ещё раз говорю, будет громаднейшее сопротивление. И будет это сопротивление по всем вопросам, куда бы она ни захотела зайти и навести порядок. Потому что, когда город благодаря городским бывшим властям привык жить в беспорядке, им очень сложно перейти в порядок. Ну, к сожалению, такая история. Но есть шанс это всё-таки разрубить этот гордый узел прямо вот. Ну, вот смотрите, я с Еленой Васильевной проработал вместе, можно сказать, что больше 10 лет, потому что она стала министром финансов. Апартамент она в шестом году. В шестом году, да. Как раз когда я избрался первый раз в ЗАГС собрании, и потом мы вот до шестнадцатого года вместе фактически находились два созыва. То я вам хочу сказать, что мне кажется, что у Елены Васильевны должно хватить духа и силы для того, чтобы привести в жизнь то, что она говорит. Она это доказывала, и очень часто я уже где-то говорил о том, что её точка зрения всегда часто не совпадала со зрением там остальной части правительства и губернатора. Это касалось по очень многим вопросам принципиальным, по которым мы всегда с ней находили общее понимание. Когда мы выступали о том, что как бы все инвестпроекты, которые делает Кировская область, не совсем хорошо влияют на бюджет Кировской области. Когда мы давали различные преференции крупным компаниям по налогам, что тоже не имело никакого фактического эффекта. Значит, она всегда тоже имела похожую точку зрения, точно так же, как и с проблемами, связанными с Виат-Автодором. Значит, она не один раз выступала у нас на комитетах и с аэропортом Победилова, когда мы помним 9-10-11 год, что там творилось при директоре Андрючуке, когда мы вливали туда громаднейшие деньги. Значит, по компании КРИК, которая тоже вызывает до сих пор сегодня очень много вопросов. Значит, и какая-то кузница вообще арестов, значит, что это тоже государственное предприятие. То она всегда имела свою точку зрения, и эта точка зрения всегда она пыталась отстаивать. Понятно, что не всегда с успехом, потому что все-таки она не являлась первым лицом в Кировской области. И все-таки принимаются решения в основном большинством членов правительства. То мне кажется, что вот в плане там духа, силы и желания у нее с этим все в порядке. А вот, Дмитрий Михайлович, как вы уже сказали, что опыт знакомства большой, опыт работы совместный. Так, для понимания еще хочется. Елена Васильевна, она, если можно так выразиться, она некий стратег, она видит глобальную цель впереди и может к этому двигаться хорошо. Либо это теория каких-то малых дел. Постепенно тут что-то там, и это такой бесконечный процесс. Смотрите, на самом деле тут есть две вещи очень разные. Возглавлять Министерство финансов и возглавлять город, это немножко, на самом деле, очень разные вещи. Понятно, что в городе тут должна быть определенная стратегия. Человек должен быть с определенным таким большим взором, потому что мы выстраиваем, возвращаясь снова, любой руководитель должен строить город, улицу или область будущего. В первую очередь для будущих детей. То он должен видеть примерно развитие города или области на 15-20, лучше 30 лет. Да, то в этом плане, конечно, это не Министерство финансов. Здесь как бы надо совершенно другой иметь кругозор, совершенно другой взгляд. Я думаю, что этот взгляд должен быть настолько сегодня современен для того, чтобы сделать именно тот город, который, в общем-то, мог бы нравиться не только пожилым людям, но в первую очередь и молодежи. Потому что мы сегодня видим, какой большой отток происходит из города, уезжает наша молодежь, потому что сегодня себя в нем не видит. К сожалению, за эти последние 10 лет мы очень сильно уже не раз говорили, отстали от наших соседей. Это и Шкарла, и не говорю уже про Казань, Санкт-Петербург, Пермь. Уфа, и Жизнь. Да, даже те города, которые раньше были по сравнению с нами деревнями, они сегодня нас значительно обережают. Урбанизация городов, она идет по всей стране, кроме города Кирова. То, конечно, здесь она должна четко понимать, что от нее не только хотят наведение порядков, но и определенного развития города, современного города. С учетом интересов всех слоев населения, в первую очередь, конечно, не олигархов, я имею в виду, а пожилых людей, молодежи, среднего возраста. Именно с созданием рабочих мест, с созданием мест отдыха кировчан. Все-таки пора прекратить эту безумную точечную застройку в городе, значит, навести порядок в парках. Потому что, в принципе, я вот сейчас сегодня шел к вам и по улице. Во-первых, отсутствие татура в полнейшего в городе. Значит, при этом мы сегодня не имеем ни одного современного парка. Вот в рамках 21 века у нас нет ни одного современного парка. Что такое современный парк? Он значительно отличается от тех парков, которые мы там привыкли видеть еще в том веке, или в 90-е, 2000-е годы. И многие города уже в этом плане очень далеко ушли. Вы же знаете, наши парки, они делались как раньше? Все в советское время. Эх, давайте навалимся и что-нибудь сделаем. А вот такого подхода современного не было. Я очень благодарен старшему поколению, своим родителям, бабушкам, дедушкам, что они вообще создали такие территории парков. То наша задача была каждого поколения эти парки делать именно под стать тому периоду жизни, в каком мы живем. То если у нас сегодня парки продаются своим родственникам, или там строятся гостиницы, к примеру, или на них пытаются кто-то там напасть с очень простым позывом и говорить, что это не парк, это какая-то заброшенная территория. Вот это как дворец пионеров-мемориал и парк Победы. То понятно, что кто должен был эти парки приводить в порядок, а не доводить их до такого состояния. Если бы город Киров на протяжении 10 лет вкладывал деньги не только в наращивание бюджета городской думы и главы города, а именно какие-то деньги должны были выделяться на модернизацию, на создание каких-то новых парков, каких-то современных парков. Даже не просто новых, а приведение в порядок тех, которые мы сегодня имеем, мы бы и тоже жили в другом городе. У нас прекрасные сегодня есть парки и дворец пионеров-мемориал. Это парк Победы, это Халтуринский, это Гагаринский парки. Они должны все быть именно теми местами, где кировщане хотят отдыхать, где приятно приходить. Вот буквально недавно, вот тут, не знаю, с чего благословение, сделали небольшой сквер, вот внизу у Алых Парусов. Мы понимаем, перекресток Октябрьского, Московский, Гагаринский. Да, посмотрите, сколько там народу, сколько там приходит детей, сколько там приходит взрослых, пожилых людей, потому что в том микрорайоне нет ни одного парка. Был прекрасный парк Алая Паруса, я помню еще в детстве, когда в него ходил, там были и яблони, и все. Очень красивая на самом деле есть. Сегодня его там практически срезали, уничтожили, построили. Совершенно безумный, как на мой взгляд, дом, который портит весь вид вообще этой части города Кирова, значит, который потом создаст по логистике очень много нам проблем, потому что рано или поздно туда люди заселятся, и они будут ставить куда-то машину, они будут выезжать, и, конечно, создаст большую проблему. То вот все, что делали последние 10 лет, должно быть запрещено вообще к делу, потому что все, что делали, это на самом деле не украшало наш город. — Дмитрий Михайлович, пара минут, ну так, минута, пара минут до рекламы. Ваше мнение, собственно, нахождение Валерия Васильевича в Кировской городе, что это значит? — Ну, я думаю, что это вообще очень странная история. Во-первых, что это значит? Во-первых, Валерий Васильевич показал, что сейчас у него нет интересов в законодательном собрании, значит, то, что он где-то присутствовал на протяжении последних трех периодов. — Неинтересно в областном законодательном собрании стало. — Ну, а ему что интересно? То, как бы, на самом деле, ему сегодня интересен город Киров. Это на самом деле так. И он ушел сегодня таким... Все же думали, что он пойдет на главу города или на замок, как писали многие СМИ. Значит, когда он написал заявление, я подумал, что неужели Валерий Васильевич все-таки решил распространяться... — Заявление о сложении полномочий депутата областного. — Я думал, что он все-таки пошел на отдых, на занятия бизнесом, занятия здоровьем, как многие люди, которые успешно там прожили определенный период в жизни и практически достигли того, что его хотели. Значит, он пошел отдыхать и, в общем-то, заняться совершенно там свободным, свободной жизнью, свободного человека. — Ну, художник. — Ну, вот ошибся я, Валерий Васильевич, к сожалению, все-таки переоценил его. Все-таки он ушел в городскую думу даже обычным депутатом. Ну, мне кажется, что он ушел, во-первых, в рамках своих интересов городских, что ему сегодня город гораздо интереснее, чем ЗАГС Собрания. — Можете озвучить конкретно, на ваш взгляд, что это может быть? — Ну, мы же знаем, что сегодня очень много проектов, которые ведет Валерий Васильевич в городе. Это те вещи, которые, и колесо обозрений, и ярмарка, и многие вещи, которые... — Вятский променад, о нем что-то не слышно в последнее время. — Ну, пока не слышно, значит. Ну, вообще, как бы у нас же, в принципе, Валерий Васильевич из города никуда не уходил. Мы же говорим о том, что та группа, которая у нас работала, она всегда, в общем-то, с 2006 года была под пристальным вниманием этих людей. Я сказал, что и глава города, господин Быков, был назначен не вопреки, а благодаря определенной группе людей, то она, как бы, все эти годы и не уходила из города. И мы видим те преференции, которые и при выкупе имущества были сделаны тем группам олигархическим, которые покупали по 20 тысяч за квадрат, а все остальные малый бизнес по 50, по 60, по 40. То вот тут, видимо, в городе что-то еще есть такое интересное. И центральный рынок, и, допустим, и горы электросети, и многие еще объекты, которые вызывают какой-то определенный интерес у определенной части бизнеса. И в данном случае, я думаю, что, значит, для того, чтобы это не ушло не в нужное направление, видимо, некоторые люди переходят в городские думы для того, чтобы все-таки за всем этим наблюдать и чтобы, не дай бог, куда-то это ушло, никуда, куда должно уйти. Вопрос у меня интересный. А что вот эта ситуация и дальше продолжится? Все все будут знать, прекрасно понимать, кто там рулит. Ну, я думаю, что большинство людей, которые там интересуются вообще политикой и городом, они прекрасно и понимают, кто все эти годы рулил и будет рулить, и как это будет все происходить. И для чего определенные бизнес-структуры ведут своих депутатов в городские думы, чтобы потом как бы делать так, чтобы они голосовали за то, что нужно, и голосовали за то, что не нужно. То в данном случае мы же все прекрасно все понимаем, что, к сожалению, в нашей стране, это не только в Кировской области и в городе Кирове, сложилась такая очень плохая традиция, когда вот именно денежные мешки, люди, которые себя считают хозяевами определенных территорий, они фактически стараются контролировать законодательные органы региональной, там, муниципальной власти. Это, к сожалению, сегодня проблема вообще всей России. И это очень сильно сказывается, но на развитие городов, на развитие экономики, на развитие страны, то это же такая вертикаль сверху дониза, которая, в общем-то, к сожалению, работает в обратную сторону для страны, на мой взгляд. Потому что в данном варианте мы сегодня видим, как у нас развивается малый и средний бизнес, мы видим отток бизнеса любого из Кировской области, из города Кирова, когда они снимаются с регистрации, уходят лишь бы не в городе Киры, потому что, как бы, и с одной стороны, и чиновники совершенно смотрят на них по-звериному, и органы, которые контролируют, особенно налоговая, тоже особым вниманием пользуются в хорошем смысле или там, плохом, как хотите. То есть куча всяких вещей, которые показывают, что сегодня условия для развития малого и среднего бизнеса, который, в общем-то, всегда являлся передовым и двигателем всего, и рабочих мест, и ценовой политики, и они сегодня эти малые и средние бизнесы мешают и олигархам, и в первую очередь им, а во вторую чиновникам, и они пытаются с ними бороться, что мы, в принципе, видим сегодня на протяжении последних лет. Особое мнение, сейчас будет небольшая реклама, мы скоро вернемся. Особое мнение на 101FM Дмитрий Михайлович, тут наши слушатели, вам, видимо, на вашу реплику, что надо выбирать всем миром мэра, да, главу города. Какие еще выборы? Жители на выбор не ходят, к сожалению. Ну, мы как раз и говорим о том, что... Утопичные, вечные. Да, мы сегодня говорим, что за последние годы явка с каждым разом все падает и падает, и, конечно, сегодня никакого интереса у избирателей к выборам нет, по одной простой причине. Мы увидим последние выборы в 2017 году. Низкая явка в городе Кирове 21%, в 2012 году она была... 23. Ну, 23, хорошо. В 2012 году она была 56-59. Значит, мы видим низкие показатели и по области, который сильно упал. Мы видим показатели муниципальных выборов в городе Москве, где-то примерно 12-13%. Это все говорит о том, что мы идем по пути того, что скоро будем выбирать и 5, и 6% глав городов, и депутатов, и все прочее. Ой, а прямо сейчас конкретный прогноз на президентские выборы в марте следующего года. Можете делать поевки? Смотрите, все зависит, кто пойдет на выборы, кого администрация президента допустит, кого не допустит. Если пойдем по старой традиции Миронов, Зюганов, Жириновский и Путин, то, конечно, явка будет не очень высокая, хотя они будут все делать для того, чтобы ее нагнать. Если будут какие-то новые лица и новые герои, то, может быть, интерес и проявится. То в данном случае я вам хочу сказать, что как раз как бы и явка-то и падает среди населения, так как избиратель не верит в то, что если он придет и проголосует, от этого что-то изменится. Если бы мы понимали, что была бы открытая выборная кампания, допустим, прямых выборов мэра города, то участников было бы как минимум 6-7-8, из них бы 2-3 были явные лидеры. И понятно, что это бы вообще интерес выборной кампании разжигал бы у людей желание прийти на выборы, потому что они понимали, что от них что-то зависит. Когда мы видим совершенно обратную ситуацию, когда Мерседесы решают, а население не решает, то, конечно, в меньшинстве остаются Мерседесы. Так как в данном случае любой кировчанин понимает, что да, они проголосовали, да, за оппозицию отдали 65% голосов на этих последних выборов городских, а толку-то что? Все равно же мы же не выбрали, мы выбрали только определенных депутатов и партий, и при этом все равно глава города остается за решением губернатора и тех структур, которые, в общем-то, влияют на жизнь города Кирова. Так, много мы времени посвятили обсуждению событий на городском уровне, но я понимаю... Я думаю, что Валерий Васильевич пришел в Думу как смотрящий. Он должен смотреть за тем, что происходит в Думе, куда распределяются деньги, куда происходит имущество. Смотреть, фиксировать и строчить. Да, да, да. И, в общем-то, как бы корректировать, видимо, все это направление, потому что он даже не является руководителем фракции, но мы прекрасно понимаем, что он имеет большое влияние на депутатский корпус городской, потому что многие ему обязаны или должны. То в данном случае, конечно, он перешел туда и будет контролировать процесс. Мне кажется, что это какой-то первый признак того, что он не до конца доверяет Елене Васильевне. Хотя все считают, что это его креатура. И я, на самом деле, соглашусь, что, наверное, когда она стала министром финансов в 2006 году, это была, на самом деле, его креатура, потому что он тогда был первый зам у Шаклеина, и он пролоббировал и провел там Елену Васильевну, что она стала как один из факторов. Ну, я думаю, что надо знать Елену Васильевну для того, чтобы говорить, что она чья-то. В общем, не присваиваем пока. Да, я думаю, что не надо присваивать никому Елену Васильевну, потому что в ближайшее время мы посмотрим. Я думаю, что при любом раскладе мы сегодня получили, наверное, лучший вариант из того, что могло быть. Потому что все-таки человек профессиональный, с силой воли, с характером, хорошо знает вообще структуры все, особенно финансовые, экономические. То в данном случае я надеюсь, что как бы быковщина останется в прошлом, придет новый период. Понятно, что это однозначно намного лучше и для, в первую очередь, сейчас уже говорю о Кировчанах и о городе. Если мы как бы сравниваем предыдущего главу города господина Быкова, я уже не говорю о Владыкине, потому что его практически никто и не знает и не слышал, и уже фактически избранную Елену Васильевну, то я надеюсь, что мы пойдем по какой-то растущей спирали и будем надеяться, что город все-таки под женским руководством. Все-таки я считаю, что это очень такой интересный формат. Впервые в истории города Кирова главой города стала женщина. Все-таки с женской рукой мы будем двигаться вперед. Хорошо, на этом тему городской власти мы оставляем. Мне сейчас придется, видимо, уже обходиться не слишком такими конкретными вопросами. Ну ладно, хорошо. Так, происходящее в областном правительстве, вернее, уже свершившееся. Дмитрий Михайлович, из тех, кто пришел в новый состав, новый, старый, из тех, кто из него ушел, вот можете сказать, здорово, человек здесь, на своем месте. Я не знаю этих людей, я только... Вы же читали. Да, я прочитал, но я понял, что ушли те, кто должен был уйти, пришли те, кто должен прийти. В основном все сотрудники... Это чья логика? Ну, руководители непосредственно? Ну, сегодня мы же избрали всем народом города Кировской области нового главу области. Значит, он и определяет свою кадровую политику и состав правительства. То, что там трое ушли и трое пришли, ну, видимо, так на сегодняшний момент для главы города, главы области, да, это важнее, лучше. Странно, что все люди, в основном, ушедшие из неместные и пришли тоже неместные. Как бы три человека, три на три поменяли. Значит, при этом хочу сказать, что Бикетов и Мищенко, видимо, с радостью ушли с этой работы. Можем только догадываться. А Куземская все-таки, видимо, не по своей воле, она на самом деле не попала в состав правительства из-за тех скандалов, которые в последние полгода происходили вокруг ее имени и ее окружения. Значит, пришли новые люди. Очень удивительно, что они бывшие все работники силовых структур, в основном, обучались в школе ФСБ или ККБ. Значит, для чего это? Или для наведения порядка, как обычно любят говорить, или просто так получилось? Ну, поживем, увидим. При всем при этом мы видим, что какие-то части членов правительства и замгубернаторов осталось. Это и Курдюмов, Кочетков, Котличков, Илья Шургин. Кочетков – это вообще вечный замгубернатора сельского хозяйства. Мы тоже понимаем, почему он уже пересиживал четвертого губернатора. Значит, о том даже тут можно и не обсуждать. Александр Анатольевич. Что? Чурин. Александр Анатольевич Чурин. Ну, это совершенно, я так понимаю, что новое лицо вообще в политике Кировской области. Я хорошо знаю Александра. Значит, он в свое время очень долго проработал на крупном предприятии, Сельмаша работал. Значит, ну, видимо, как бы на предложение губернатора войти в состав правительства он оставил, как бы, позитивный ответ. Не знаю, хорошо ли это, плохо, но в данном случае я всегда за то, чтобы кадры обновлялись, и чтобы приходили новые люди, потому что новые люди – это новая кровь, новые мысли. Все-таки он имеет определенный опыт работы на предприятии, плюс у него возраст. За что губернатор его похвалил, да. Гособоронзаказ предприятий выполняет успешно. И же потенциал. Насколько похожа сегодня работа там на предприятии и в государственных структурах, очень, конечно, сложно судить. Ну, я думаю, что это совершенно разные там еще направления. Ну, посмотрим, потому что, в принципе, человек из местной среды, знает местный менталитет, знает всех людей. Значит, ну, если сегодня такая возможность есть, и появляются новые молодые лица, новые руководители, ну, почему бы нет, потому ведь, как бы, вот сегодня все, насколько я понимаю, там очень довольны назначением Дмитрия Александровича Курдюмова, и все очень хвалят его, большинство, что, на самом деле, там в медицине идет определенный прорыв, и, как бы, и внешний вид меняется, и отношения, и, в общем-то, это тоже ведь наш кадр, который, в общем-то, ниоткуда не приехал, мы, он тут у нас вырос и живет. Будем надеяться, что Александр Чуриным все получится, и все те нападки, которые идут в его адрес, он сможет своей работой доказать, что это все неправильно. Как Игорь Владимирович говорил неоднократно, каким принципом он руководствуется при подборе людей? Порядочность и профессионализм? Да, вот, порядочность и профессионализм, но... Верный подход. Ну, порядочность и профессионализм, но я думаю, что с точки зрения двух слов, порядочность и профессионализм, это, конечно... Такие весомые вещи. Это весомые вещи, да, если это, на самом деле, там суть, это хорошо, если это просто слова, то это, как бы, другая история. Но если мы говорим о том, что, допустим, есть случай, там, даже с госпожой Куземской, там, да, она тоже говорила, что ее взяли, там, порядочность и профессионализм. Но вот непорядочность и профессионализм никто не увидел, потому что кругом скандалы, там, решения совершенно неадекватны, и, в общем-то, все были удивлены, как вообще может человек, как бы, вести такую деятельность, не работая раньше в этих структурах. То вот тут, как бы, надо со словами быть поосторожнее, потому что мы все прекрасно понимаем, что те вещи, которые говорятся во время выборной кампании, это одна история, да. Как я и говорил, после 10 сентября начинается другая жизнь. Это реально начинается жизнь. И как мы будем жить, это покажет ближайший год, потому что идет формирование бюджета на 2018 год, значит, это будет очень важная вещь, да. Будут выборы президента в марте месяце. И вообще, как бы, история у нас очень становится интересной. И 2018-2019 год. Я сегодня почитал федеральный бюджет на 2018-2019 год. Там, конечно, радости не очень много. Не знаю, почему такое у нас веселое настроение по областному бюджету. Акцизы поднимаются. Акцизы поднимаются, да. Значит, 2019 год вообще по доходам значительно меньше, чем 2018, да. Потому что, как бы, все начинает падать. То в данном случае тяжелая, мне кажется, будет экономическая ситуация. Мы видим, что очень сильно падают доходы населения. Каждый месяц они падают. И это при низкой инфляции это происходит. Это очень странный формат. И это, конечно, все идет не на пользу развития экономики, территории и страны. Потому что, понятно, что весь бизнес и все живет за счет, конечно, того, насколько высока покупательская способность населения. К сожалению, и не только в нашей области, а во всей стране она падает. На этом завершаем сегодняшнюю программу «Особое мнение». Дмитрий Русский, депутат УЗС 4 и 5 САЗИ. Всего доброго. Да, спасибо всем. До свидания.